Пока вы голосуете, мы продолжаем финансовую тему. Сегодня депутаты законодательного собрания приняли бюджет области на 2017 год. И поправки к закону, которые должны изменить материальное положение городов и поселков. Все подробности прямо сейчас. Обсудили до мелочей, но всегда есть что добавить. Сегодня депутаты законодательного собрания принимали областной бюджет на 2017 год. С очень важной для городов и поселков поправкой. С нового года им разрешили оставлять себе больше денег. В частности, на 5% выросла доля с налога, который платится по упрощенной схеме. Эту возможность долго прорабатывали в регионе. Предложение поступило от мэра Иркутска. Инициативу поддержал и губернатор, и спикер ЗАГС собрания. Итоги сегодняшнего голосования порадовали всех. Моя благодарность депутатам, которые услышали, поддержали, несмотря на принадлежность к различным партиям. Единогласно. Единогласно поддержали, что особо приятно. Приятность только для областного центра в денежном эквиваленте почти 700 миллионов рублей. На эти средства можно будет рассчитывать уже с нового года. Иркутяне уже предлагают приоритеты. На что деньги потратить? Я думаю, рекреационные зоны дороги. На благоустройство придворовых территорий. Главное достоинство новой поправки – теперь деньги можно будет эффективнее расходовать. Ведь не придется как раньше ждать, когда же средства переведут из областного бюджета. Поэтому тех же подрядчиков на укладку асфальта можно будет начинать искать уже весной. А не осенью, как это уже бывало. Для Иркутска это очень актуально. Особенно сейчас. Город произрастает своими пригородами. Строятся микрорайоны. Появляются новые школы, новые сады. И все это падает же на содержание того же города. Я уверена, что и у других муниципалитетов в результате сегодняшнего решения появится надежда на развитие. Развивать финансовые отношения бюджетов разных уровней наверняка продолжат. Ведь даже дефицитную региональную казну можно распределить грамотно. Чтобы никому не было обидно. И был обеспечен социальный комфорт. Латровакова Михаил Глызин. Новости по будням.